Национальная сборная России по волейболу накануне вечера вернулась на родину после триумфального выигрыша чемпионата Европы. Главный тренер национальной команды Сергей Шляпников сегодня любезно согласился прийти к нам на прямой эфир. Итак, Сергей Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, я поздравляю вас еще раз с победой. Расскажите, вы только в этом году стали возглавлять национальную сборную. Насколько сложно было вернуть команде победный дух? Ну, все было непросто, потому что в этом году у нас был отбор к чемпионату мира. Мы должны были подготовить одну команду, одну команду должны были подготовить на мировую лигу и затем уже собрать всех в единую команду для участия в чемпионате Европы. Поэтому подготовка была разделена на три этапа. Первый этап в мае прошел, мы удачно выполнили задачу, вышли на чемпионат мира. На подготовку было всего пять дней, поэтому собрали ветеранов, сильнейших. Ребят успешно выступили в Эстонии, завоевали путевку на чемпионат мира, затем ветеранам дали отдохнуть и молодежи играли в мировую лигу. И впервые за три года попали в финал шести, который проходил в Бразилии. И финальный матч играли на стадионе, где было 43 тысячи болельщиков. И затем уже вместе с теми, кто играл в мировую лигу, и с ветеранами, которым дали отдохнуть, мы месяц готовились к чемпионату Европы. Россия по ходу самого турнира не просто выигрывала, она не уступала ни одного сета, но в финале с немцами было иначе, насколько я помню, второй сет мы уступили. Верно? Что уговорили ребятам? Финалы простыми и не бывают. Команда была хорошо подготовлена. Немцы по ходу чемпионата добавляли. Было видно, что команда сильная, с явно выраженным лидером, Грёцером. Поэтому наша задача была основная – справиться с этим нападающим. В общем-то, что в начале игры мы с успехом делали, затем в середине несколько произошел сбой у нас. Потеря концентрации. Понятно, что такой чемпионат на одном уровне сыграть очень сложно. Но в концовке команда добавила, нашли в себе силы, характер, проявили все свои лучшие качества, справились с основным нападающим. И наш основной игрок Максим Михайлов сыграл очень сильно концовку в пятой партии, что и позволило нам выиграть. На ваш взгляд, финал – это была самая сложная игра турнира? Ну, безусловно. Но, в принципе, там простых и слабых игр, в принципе, не было. В нынешнем составе национальной волейбольной команды были игроки, которые прошли через Ярославич. Вот сейчас у тех игроков, которые выступают за Ярославич, есть шанс попасть в будущую сборную? На ваш взгляд? Ну, я думаю, что у всех есть шанс. Дорога в сборную открыта, поэтому я буду отслеживать весь чемпионат, туры. Мне легче будет контролировать ситуацию, поскольку Ярославич вышел в Суперлигу, и все игроки будут у меня на виду, в том числе и Ярославич. Ярославич.